Королевский замок помпезно возвышается над манежем, хрустальные люстры, переливаются всеми цветами радуги, появляются шуты. Они сквозные герои всего спектакля, но об этом зритель еще не знает. Артисты балета кружатся в танце, акробаты взмыли под купол. На балконе замка подданных встречают король с королевой. Зрители в восторге. Принцип пяти континентов, он сохранен в королевском цирке. Это путешествие по неким континентам или по каким-то определенным странам или попаданиям куда-то к королевской свиты. Но принцип путешествия, он сохранен по спектаклю. Но сегодня уже сквозной линией проходят шуты, которые попадают в разные приключения, будем так называть, в цирковые. Потому что у нас из цирковых номеров их вообще нет. Есть блоки. Вообще вся концепция шоу, всех моих спектаклей, это всегда синтез сплетения жанров. Эстрады, цирка, мюзикла и вот такого некого нового цирка. Более двух тысяч эксклюзивных костюмов, 120 артистов, мраморные колонны, стразы Сваровски, бархатная отделка. Чтобы подготовить шоу подобного масштаба, во Владивосток из Иркутска перегнали 15 фур с декорациями, реквизитом, оборудованием и животными. Для нас, которые отработали тут 20 лет, разгрузить 15 фур за несколько часов, это было в диковину. Конечно, разместить реквизит сложно в нашем цирке. В программе достаточно много реквизита, много животных. Поэтому все делали возможное, чтобы удовлетворить потребности коллектива. Естественно, о технических сложностях зрителям знать не положено. Ничего не должно омрачать впечатление от шоу, от яркой и отрепетированной до мелочей картинки. Интересно, что большая цирковая жизнь коллектива началась именно во Владивостоке. 20 лет назад здесь шили костюмы, делали декорации и выпустили первый маленький аттракцион «Пять континентов», который сегодня разросся до невероятных масштабов. Практически 75% сотрудников первого состава работают в продюсерском центре Гии Эрадзе до сих пор. Продюсер впервые приехал в Приморскую столицу после семилетнего перерыва и сразу в обновленный цирк, в котором теперь можно развернуться. Перед зрителями разворачиваются действия королевского бала, испанская корида с тореадором и яками. Розовых фламинго в райском саду сменяют попугаю Ара. Особый восторг детей и удивление взрослых вызывают пеликаны, пикирующие на манеж с разных уголков зрительного зала. Все шоу сопровождает авторская музыка, спецэффекты, декорации, необычные реквизиты, эксклюзивные роскошные костюмы. Большое спасибо организаторам. Очень много впечатлений, костюмы красивейшие просто. Всем советуем прийти. Классное шоу, представление отличное. Наверное, в самом начале, когда они все вышли, это было просто король, королева, вот это супер. Королев по-королевски прям. Мне понравилось, как там мы ходили, как там парили в воздухе. Звери мне тоже очень понравились. Попугаи очень красивые, пеликаны. Крабаты, очень серьезные номера. И клоуны, молодцы, шутили, смеяли, где творога не смешили. Все хорошо. Мне больше понравились канатоходцы, потому что было высоко, и они так хорошо выполняли трюки, отлично просто. Хороший цирк, очень, да, костюмы очень впечатляют. Масштаб шоу хороший, великолепно. В финале на манеж выходит сам продюсер. Сергей Радзе уже не выступает в качестве артиста, но его тепло встречают зрители после каждого шоу. Гастроли Королевского цирка во Владивостоке продлятся до сентября. Шоу идет три часа с антрактом, и посмотреть его можно по четвергам, субботам и воскресеньям. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.